Природные и домашние средства для проблемы со зрением Многие проблемы со зрением требуют медицинских знаний, что офтальмолог атлет клинического и хирургического обучения. Но есть проблемы со зрением, которые вы можете лечить безопасно в домашних условиях, до тех пор, как они относительно просты. Вот несколько проблем, которые могут реагировать на лечение в домашних условиях, с некоторыми советами о домашних средствах. Черный глаз Если нет признаков более серьезных симптомов черные глаза, такие как затуманенное зрение, кровь в глазу, или неспособность двигаться глаза, черный глаз в целом можно лечить в домашних условиях. Для того, чтобы уменьшить отек и облегчить боль в первый день, применять лед к глазу в течение 15 до 20 минут за один раз, один раз в час. Если вы не имеете пакет со льдом, использовать мешок замороженных овощей или кубики льда, завернутый в ткань. Не ставьте сырой стек или другое сырое мясо на глаз. Несмотря на то, что вы видели на телевидении и в кино, нет никакой научной основы для использования сырой бифштекс для лечения синяк под глазом, и бактерии в сыром мясе представляют высокий риск заражения. Розовый глаз В большинстве случаев розовый глаз вызваны вирусом и поэтому не реагируют на антибиотики. Вирусный конъюнктивит исчезнет сама по себе. Попросите офтальмолога диагностировать конкретный случай. Вы можете свести к минимуму дискомфорт конъюнктивита, применяя холодные компрессы к глазу. Если конъюнктивит вызывается бактериями, убедитесь, что вы будете следовать ваш план лечения, который обычно включает антибиотик в глазные капли. В любом случае, вы должны принять меры, чтобы уменьшить вероятность передачи проблемы на кого-то еще, потому что конъюнктивит очень заразна. Не разделяйте полотенца, носовые платки или косметику, изменить наволочки часто, и часто мыть руки. Глазные аллергии Также, как вы можете получить носовые аллергии, вы можете получить глазные аллергии, которые оставляют глаза покраснение, зуд и слезящимися. Ограничение вашего воздействия на источник вашей аллергии, будь то пыльца, домашнее животное или плесень, может помочь облегчить симптомы. Если вы не можете устранить источник полностью, есть способы, чтобы минимизировать его эффект с глаз аллергии лечения. Например, если пыльца вас беспокоит, не используйте окна-вентилятор, который может рисовать пыльцы в ваш дом. Носите солнцезащитные очки, когда вы выходите на улицу. Если пыль является проблемой, используйте аллерген сокращения крышки для вашей кровати. Вы можете также использовать искусственные слезы, которые временно мыть аллергены от ваших глаз, или более в небиржевом противоаллергические глазные капли, чтобы уменьшить симптомы. Домашнее средство Глаз-проблема является очень распространенной проблемой. Проблема ухудшается в высокой загрязненной окружающей среде или во время сезона аллергии. Как следует из названия, глаз-проблема означает неприятный зуд ощущения внутри и вокруг глаз. Проблема может быть повторяющейся для тех, кто часто трогать или тереть глаза. Для мгновенного облегчения, вы можете попробовать несколько простых вследовать естественные методы лечения. Многие из этих средств используют легко доступные ингредиенты из вашей кухни. Тем не менее, в случае, если проблема серьезна или вызвана основного заболевания, то обратитесь к офтальмолог. Специалисты в области здравоохранения предлагают выяснить причину проблемы глаз, прежде чем искать решение. Холодный компресс Применение холодной компрессы вокруг пораженной области глаз может помочь вам получить мгновенное облегчение. Самый простой способ сделать это, чтобы впитать ткань в ледяной воде и поместите его на ваших глазах. Сделайте это несколько раз в день. Ромашковые чай-мешки, используемые в качестве холодных компрессов, также может помочь уменьшить зуд глаз. Поместите использованные чайные пакетики ромашки в холодильнике в течение получаса. Поместите охлажденные чайные пакетики над пораженной глаз в течение не менее 10 минут. Делайте это 3-4 раза в день для быстрого восстановления. Огурец Огурцы имеют противораковые свойства раздражения, которые помогают в снижении воспаления, отечности, отек и раздражении глаз способствуют проблеме. Тщательно вымойте огурцы и нарезайте его тонкими ломтиками. Охладить ломтики в течение 15 до 20 минут, а затем положить их на глаза в течение по крайней мере 10 минут. Повторите этот процесс 4-5 раз в день. Холодное молоко Молоко также является одними из самых популярных домашних средств для глаз проблемы. Смочите ватный тампон в холодном молоке и втирать его вокруг глаз. Вы можете также поместить ватный шарик, пропитанный в молоке на глазах в качестве компресса для мгновенного эффекта охлаждения. Делайте это 2 раза в день, 1 раз утром и 1 раз вечером. Слащавость Чистая розовую воду является одним из наиболее эффективных домашних средств для глаз проблемы. Это успокаивает и охлаждение для глаз и помогает очистить их. Он может быть использован в нескольких путей. Промыть глаза с розовой водой, по крайней мере 2 раза в день. Вы можете также использовать розовую воду в виде глазных капель для мгновенного облегчения. Поместите 3 капли розовой воды в воспаленном глазу. Вода и соль Вода и соли легко доступны и полезны при лечении болезненных и глаз проблемы. При использовании в качестве ополоскивания глаз, сочетание хорошо для раздраженной и воспаленной глаз и помогает смыть мусор, собранный в глазах. Кроме того, соль является антибактериальным средством убивает бактерии. Сделайте естественное промывание глаз, смешивая чашку дистиллированной воды с одной чайной ложкой соли. Кипятить раствор, пока соль не растворится полностью. Дайте раствору остыть, а затем использовать его, чтобы смыть АЕС. Репиат несколько раз в день в течение 2-3 дней. Зеленый чай Зеленый чай имеет множество преимуществ для здоровья, включая предоставление помощи от глаз проблемы. Он успокаивает глаза и обладает противовоспалительными преимуществами. Сделать промывание глаз при кипячении 2 зеленых пакетиков в одной чашке дистиллированной воды. Дайте ему остыть, чем плетелый точка флуж глаза 2 раза в день с раствором, пока симптомы ослабевают. АЛАЕВЕРА Благодаря своим успокаивающими и увлажняющими свойствами, АЛАЕВЕРА является еще одним эффективным средством для дома сухой, воспаленной, и глаз проблемы. Смешайте гель АЛАЕВЕРА, извлеченный из АЛАЕВЕРА, из одной чайной ложки меда и одну половину чашки бузины и чай цветения. Промыть глаза с раствором, по крайней мере 2 раза в день до тех пор, пока проблема не будет решена. В качестве альтернативы, вы можете просто использовать сок АЛАЕВЕРА в качестве примочки. СЫРОЙ КАРТОФЕЛЬ Сырой картофель может принести быстрое облегчение от глаз проблем и из-за их вяжущими свойствами. Таким образом, они помогают облегчить покраснение и воспаление. Разрежьте сырой картофель тонкими ломтиками и держать их в холодильнике в течение нескольких минут. Поместите охлажденные ломтики над вашими глазами в течение 15 до 20 минут. Делайте это ежедневно в течение 2-3 дней, в ночь перед сном. ПОЖИТНИК Согласно Аурведе, пожитник может также принести облегчение от проблем глаз. Замочите семена пожитника в воде в течение 7-8 часов, а затем сделайте гладкую пасту из них. Нанесите пасту на глаза и оставьте его на 20 минут. Промыть пасту смывают холодной водой. Делайте это 2 раза в день для достижения наилучших результатов. ОВОЩНЫЕ СОКИ Сок из сырых овощей, особенно моркови и шпината, может оказать большую помощь для лечения глаз проблемы. Соки могут быть использованы по отдельности или в сочетании друг с другом. Просто пить свежий сок 2 раза в день, пока вы не получите облегчение. Эти естественные методы лечения глаз проблемы являются эффективными без побочных эффектов. Но если вы не получаете облегчение, обратитесь к окулисту.